так здравствуйте друзья вот так я захожу так я захожу в калитку самого первого участка вот и вот так вот он выглядит вы видите что пустое место однажды меня поразил участок поселке майна моих друзей супругов жилстовских когда у них вот так вот взрослый абрикос один рос вот тут другой вот так кроны замкнулись я попал в рай они до сих пор пустовато тут я конечно промашку дал ну что-то есть рядом он посмотрите то что я называю супер слива почему они уже вот такие вот видите одно одно из жертвенных деревьев обратите внимание на эти ветки они не были сухими не они отрезаны ради того чтобы выбросили новые побеги на прививку один-второй видите вот посмотрите сколько веток обрезано и что результате получаем все это ради того чтобы на них выросли новые ветки новые побеги то есть на входе растет искалеченное дерево и думай что хочешь это я не могу каждому объяснять что это специальная обрезка это специальная калеченье ну давайте пройдемся немножко до поздно почти на сороковом году я посадил вот эти супер абрикосы это петр великий это юг украины это плоды я срезал ветки с дерева которые не влазят плоды не влазят в трехлитровую банку в горлышко возьмите в руки почувствуйте но это прививка на манджурцы когда-то первая попытка не удалась получил 50 граммов вместо 150 грамм вторая попытка посмотрим давайте пройдемся по саду и так персик который заменил вот там покажу старика знаменитого персика хасанского это молодежь а вот хорошо уютно укрылся с помощью вот этого металлопрофиля светлого его никто не красил такой был а солнце вон оттуда это значит что здесь тепловая подушка вот еще один супер абрикос потом полынокроны светится на улицу вот и все будут радоваться проходить мимо и поднимать огромные вкусные абрикосы вот видите вот напротив тоже мало часто куплены за миллион рублей видите вот эту сливу да вот эти ветки свешиваются и дети каждый раз даже фотографию делал собирает эту сливу с уличной стороны а я только радуюсь вот здесь был питомник это питомника остался вот один абрикос видите раз два три это вообще чистый маньчжуриц вот он этот хоть и не привиты а все равно достаточно культурный у них качество расплылись а потому что ему расщепление свойств и вот чудом остался мы не собирались вот это оставлять но амур остался не проданы посреди теперь на этого красавца посреди на эти приросты потом этот амур задушит слева который называется кубанская комета а я пять лет ждал урожай и она привита но так долго урожай ждал вот он видите очень долго на пятый шестой год только появились плоды идем дальше а кстати мы идем шелковицы но если стерли сказал что запоминается последние вот а шелковицы отторгую веточками насть подойдем к ней последнюю очередь итак начало увядания 20-22 года вот этой волочной вишни еще урожайная но уже ветки видите это сухие ветки отрезал недавно вот все таки ее расцвет позади вот но еще дает неплохие урожаи убедились косточки для вас это мой как бы отбор из отборов то есть я не сразу ее вырастил посадила это тоже с косточки посажены но из десятков плодносящих волочек вишни я выбрал я считаю лучшая вот она ну и соответственно плоды достаточно крупные и вкусные уже получил волшебные отзывы а еще в омске с нее тоже когда-то начиналось лет 10 назад у меня был 12 семинар том числе приехала семья матвеевых мама наталья дочка юля юля еще приезжала ко мне отдельно вот как это как ученица как студентка омского университета ну и финал теперь они свой питомник том числе разводят вот эту волочную вишню с технологии не по вишневым этим самым качеством дальше шестнадцатый год 7 лет назад телевидение показывала вот это вот вот это вот персик этот вот он это дерево она уже угасает еще казалось бы вон они приросты смотрите уже полметра 30 сантиметров 40 есть вам видите она жива здорово но посмотрите что с ним сталося встретил этот ужас значит жизнь у него может любой год прекратится вот почему ну потому что это персик это субтропики а тут сибирь единственное что ему помогло некоторое время это защита вот за счет вот этого профиля но несколько лет как она вылезла и плодоносится выше кровли значит на северном ветру выше этого стенки значит на северном ветру и вот эти веточки цена и мне 300 рублей как я продавал последний раз веточку персика на прививку 40 сантиметров за ты 200 300 рублей а вот а стоит она должна 10 тысяч веточка 100 тысяч и украсить эти персик как самым разогревом мире все сады все сады научные но у них что тоже 26 28 20 прощает цветы 26 28 прощает все дерево персика ну почувствуйте разницу еще раз может последний раз увидите спасать его надо срезая с него все черенки все черенки и рассылая по россии вот но мои любители наши возможности ограничены наука молчит гордо молчит чихать мы хотели на самом институте в мире персики вот это цена молчания идем дальше это все будет выпилена непривитые манчжурцы сеансы не были выкуплены переросли вот и два привитых мы оставили себе но принцип такой вот один привитый вот второй привитый вот если вы посмотрите на нем есть бирка а на бирке пусто на бирке пусто нет названия потому что повезло ему что остался на месте этот и этот потому что у них бирки потерялись и мы не знаем что за сорт и вот тебе оба они останутся они привиты осталось ждать год цветочные почки цветочное образование уже вот они видите вот они значит зацветут на следующий год если мороз не убьет заморозок весенний под дождем и лучше из этих двух останется навсегда но второе к тому времени придется выпиливать вряд ли уже быки выкопать на продажу вот идем дальше нарядная эфимова посмотрите сколько на ней веток я так прикинул с него будет срезана и приближая смерть осталось жить недолго сейчас объясню почему потому что сотня веток будет срезана великолепных веток будет срезана смотрите чтобы этого достичь центральный побег угнетается и в конце концов выпиливается а когда-то с него брались ветки на прививку он начал отсыхать и был уничтожен зато боковые ветки дали как более молодые дали огромное количество метровых приростов уже сейчас представляете к осени что будет а а сегодня только 10 июля к осени будет минимум полтора метра вот так друзья а вот это супер груша это нарядная фимова нарядная фимова а вот это супер груша под названием гигант подмосковья моя находка подарок которому нет равных вообще из груш марховская елена владимировна подарила мне писала веточки и рассказывала мне так про этот сорт она рассказывала так я туда обратно проделала 16 пешком но я дошла до дачи мама нарезала ветки этого сорта гигант подмосковья я в интернет нет такого сорта вот ну получилось так что 2 из упляров удачный с плодами до 500 550 грамм есть у чернобаева вот мы продавали ветки на малобоем хочется кушать результат видите это раненая старость это дерево которое я посмотрите как начинается вот видите отрезал годом раньше отрезал и смотрите сюда вот эта короткая жизнь супер деревья у меня нет места чтобы таких хотя бы 10 было бы вот вот а тут и на том участке еще один есть гигант подмосковья все ребята в стране для нас места нет нет места не для супер садоводов не дожил латинков не дожил броски до признания даже байкала хоть и заслуженный агроном но ушел по цвет непризнанным гением вот эта троица а вот это вот еще один супер так смотрите внимательно это абрикос с него тоже ради того чтобы давал ветки посреди какое дело обрезку это абрикос я назвал крупноплодная железа у него плоды до 120 грамм ну и тут будет соревнования между дальним востоком и украиной посмотрим пока 120 на 120 но посмотрим вот сожалению это дерево я тоже калечил 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 результат обрезки смотрите какой видите в этой ветке почти толщиной сапястья какие приросты это все поедет по стране виде саженцев сергея железовый черенков валерия железова но это так сокращает жизнь деревьев это горькая правда вот места нет места нет вот давайте заглянем не соседям не будем заглядывать это горькая правда есть несколько десятков деревьев но и посаженных вырученных было уничтожено родственникам хозяев который когда я кидался на него чуть ли не с кулаками сказал мне а он тракторист успокойся константинович ты ничего садоводства не понимаешь чем сильнее режешь тем больше урожай ну и результат это жалкие остатки того сада вот все еще укается видеть все еще укается ладно не боюсь туда заглядывать горько а вот это уже мое вот это тоже украина вот это жуковское молодое дерево удалось а то у меня там два дерева уже почти не умирает но близко к этому это молодежь вот она вот она так выглядит она привитая вот не было места и зря конечно я сюда втиснул и ну что так быстро вырастется это королевский абрикос вот к сожалению он теперь доминирует это горькая правда выпиливать уже рука не поднимается жалко вот не было пиво и тут будет было бы солнце было всем дышать а почему это надо сейчас объясню вот это еще одна вишня на ней было сделано три прививки черешни вот они остатки видите они пожили пожили и умерли очевидно удвоилась размер плодов и стала вот так же как вот это вот смотрите жуковская с украины до привитая на сибирскую штамбовую то вот это тоже была чисто сибирская штамбовая но неудачные прививки череши сделали вот такой вот видите сколько я тут немеряно скажем так ведра 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 вот и я тоже продаю потому что у меня два направления первое вот это получилось так что прививка на прививку сибирская штамба на нее привита вот это вот жуковская это сибирская штамба непривита но на ней внедрены гены черешни второй вариант и теперь получается здесь вегетативный гибрид это сенцевый внедренными генами черешни и теперь надо сравнивать надо брать семена оттуда оттуда косточки и и выращивать смотреть какое это даст преимущество и действительно ли вегетативный гибрид сохранит качество значит он является действительно вегетативным гибридом и что это не приснилось ну размер плодов качество плодов говорят за себя черешния ветка на вишне вот она мощная и очень трудно приходится вот она очень очень но если посмотреть наверх знаете как как мешает теперь рука не поднимается как этот королевский гигант мешает как он мешает вот и ну правда черешния не стала уступать устремилась вверх и что удивительно что он до сих пор жива а вот это вот уже ну и листья посмотрите какие у нее правильно без обмана черешнего кстати птицы уже сожрали вишни ой черешни уже поспели а вишни и близко не поспели вот у них такие листики но я жду от них чуда я такие чудеса показывал моему другу кандидату сельхознаук доскобиловому турсону полоту показывал как они преобразились именно это подвойные то есть именно эта часть тут надо будет искать отличия как помните как эти найдите столько-то отличий но пока пропускаю жук а нет с вишними закончим вот первая жуковка при которой 23 года вот она первая плоды крупные вкусные необыкновенно знаете иной год птицы не съедают иной год уничтожают все что не соберешь один год было так что они почему-то уже объелись урожай был огромный вот это дерево его разломило видите вот она его разломила урожай был огромный и однажды я подошел долго не подходил сюда и что я видел ребята огромные плоды полузавядшие черного уже цвета я стал на колени я не стал их есть нет что все их есть я жрал 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 я не мог остановиться пока не сожрал на несколько литров она была уже подвялено и кислоты стало еще меньше и она была уже вкуснота на уровне черешни а ведь я когда сказал черешню я не оговорился здесь была внедрена черешня и уже любовался огромными листьями а потом черешня погибла но это совершенно не помешало вот она видите жуковская стать лучшей вишней в сибири я не шучу я уже на рынке бываю и в бакане сто раз ну не сто шестьдесят раз в бакане был такой год и в Саяногорске каждый год я никогда не видел и не пробовал такой вишни как какой вырастил сам ну сейчас ладно соседям не имею право заглядывать клянусь богом сад на территории соседа посажен моими руками вот смотрите как вам а почему она раньше то есть у меня вся вот она смотрите все зелено 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 а почему она практически красная и плоды уже крупные крупные давайте приблизим метод этот фотоаппарат